Минприрода обратилась в Министерство образования с предложением вернуть в школы уроки природоведения в рамках новых образовательных госстандартов, сообщил глава Министерства природных ресурсов России Сергей Донского и добавил, что эта тема приобретает особую актуальность в год экологии. Он отметил, что существующие стандарты не позволяют реализовывать в школах практические уроки. Выйти на улицу с детьми и заниматься там изучением экологии – это затруднительно. Это будет интересно и необходимо для школьников, чтобы они разбирались в природе того края, где они живут, пояснил министр. А еще, по мнению Сергея Донского, в России не сформировано, в частности, отношение к обращению с отходами. Людям нужно время для того, чтобы научиться правильно сортировать мусор. С 15 февраля проезд во всех маршрутках в Димитровграде станет 20 рублей. Такую информацию обнародовал на своей странице в сети Facebook глава города-атомщиков Алексей Кашаев, у которого на прошлой неделе состоялся трудный разговор с местными перевозчиками. В течение месяца экономисты администрации Димитровграда проверили обоснованность тарифа в 24 рубля. И провели мониторинг ценовой ситуации в общественном транспорте по городам при Волжье. В результате, учитывая и конъюнктуру этого рынка, договорились, что на всех маршрутах в Меликесе цена поездки не будет превышать 20 рублей. Этот тариф начнет действовать с 15 февраля. Вечером минувшей субботу в службу спасения 112 поступило сообщение о пожаре в жилом доме села Панника Николаевского района. Через 15 минут к месту возгорания прибыли первые подразделения ПСЧ-26, находящиеся в 10 километрах. Горел жилой деревянный дом, при тушении которого использовалась водонапорная башня. Открытое горение удалось ликвидировать спустя 16 минут, при этом отстояли надворные постройки. На момент возгорания хозяйки, пенсионерки дома не было, так как она находилась на стационарном лечении в больнице. Причина пожара устанавливается специалистами, а его развитию способствовало позднее обнаружение соседями.